Уже больше года у нас идут суды, продолжаются. Пытаемся отстранить нашего председателя и заняться домом, потому что он уже в плачевном состоянии. Претензии к состоянию дома 89 на Малахова к председателю ТСЖ поступают от жильцов регулярно. По словам собственников, дом 2006 года постройки постепенно приходит в негодность. Это и внутри подъездов, это обрушаются внутри подъезда швы, вываливаются, это и плитка, это и стены, это и грязь, именно вот наверху, которая требует ремонта. Мелким ремонтом помещений жильцы занимаются сами, но для решения более сложных проблем требуются специалисты. Подоконники были, ну страшная обыкновенная шпаклевка облезли, сами пришли и с мужем положили плиточку. За три года ничего не сделано. Очень много проблем у нас, с десятого этажа кирпичи падают, вот уже три года. В доме совершенно нет хозяина, говорят люди. Вести диалог с действующим председателем крайне сложно. Ты не имеешь права. Так, руки убирал, руки убрал. Так, смотри. Вова, Вова, снимай, снимай, Вова. Сейчас сломает, смотри, 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 трещины пошли по монитору. По словам жильцов, председатель, преследуя личную выгоду, действует незаконно. Так, в марте 22-го года он предоставил в инспекцию ЖКХ реестр участников ТСЖ в одном количестве, а спустя полгода в гораздо меньшем. В составе ТСЖ было 305 человек. 305 человек. На сегодняшний день всего осталось 5. Соответственно, он пытается закрыть наше ТСЖ родное, доброе. Но с этим люди не согласны. Они не хотят ликвидации ТСЖ, поэтому решили провести собрание. На нем собралось больше сотни человек. И от большинства звучало, бюллетени не видели, не голосовали и из состава ТСЖ не выходили. Мы проголосовали за изменение членов правления, за изменение председателя. Но Дартсвейлер решил оспорить. И это собрание указав о том, что у нас 5 членов ТСЖ. Сам Александр Дартсвейлер, председатель обслуживающей организации, от официального комментария отказался. Но в устном диалоге по телефону пояснил, все его действия законны. Более того, он подал два судебных иска о признании недействительным результатов собрания собственников жилья. Иск не удовлетворили и последовала апелляция. И о защите чести и достоинства. Дартсвейлер подал в суд на меня, якобы за какие-то оскорбления. Официально, при всех вас, я заявляю, что этого человека я видела два раза. А на замечание о том, что жильцы хотят видеть другого руководителя обслуживающей организации, Александр ответил следующее. ТСЖ уже ликвидировано. К слову, учредителем УК «Алтайский теремок» в каталоге управляющих компаний значится именно Александр Дартсвейлер. Жильцы говорят, в управляйку никто переходить не хотел и заявляют, подписи были получены нечестным путем. Мы, собственно, собираем здесь сейчас шатер, чтобы поставить стол, выбирать подписи с людей. Оповещали ли их о проведении собраний, инициированных, как сказать, руководством ТСЖ нашего. Не оповещали. Бюллетни периодически подделываются. Доказать подлинность бюллетня очень сложно. Единственный вариант, как это сделать, это физическое присутствие, снятое на видео, на фотофиксацию. Фото и видеоматериалы люди хотят предъявить на очередном заседании. Они надеются, суд примет их во внимание, встанет на сторону жильцов, и они будут иметь уже законные основания сменить, наконец, руководителя обслуживающей организации. Но последние намерены дальше отстаивать свою правду, оставаться председателем. Конфликт вокруг теремка нарастает. Мы будем следить за развитием ситуации. Добавим, следующее заседание суда пройдет 10 мая. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.